Крыгско-казахская граница, КПП Блистокмака. 25 января, примерно 3 часа утра. Некие Достан и Кубан избивают водителя грузовика, который везет контрабанду. Водителю удалось вырваться и позвонить своим покровителям. Крыша дальнобойщика в лице Аската и Бахтиара на разборки приехала сразу. Началась драка. Достан и Кубан в ответ выхватили оружие и начали стрелять. Аскат и Бахтиар отступили, бросив свои автомобили. Аскат и Бахтиар в контрабандном деле новички. А Достан и Кубан решили поставить их на отметку. Такую картину произошедшего обрисовали журналисты издания «Кактус Медиа», ссылаясь на свои источники в силовых структурах. Это первое видео с места происшествия. Возле КПП брошенные внедорожники сообщается, что машины принадлежали покровителям водителя грузовика. После стрельбы они сбежали, а машины остались. В отместку те прокололи шины. У Бурулэджа торговый ларёк прямо напротив КПП. Драку со стрельбой она не видела, но брошенные автомобили неподалёку от ларька под утро заметила. Я заглядывала в салон автомобилей, никого внутри не было. Потом приехали парни, они меняли колёса. Майрамбик тоже торгует в ларьке. И он тоже видел, как меняли проколотые накануне шины, и как молодые мужчины на высокой скорости покинули это место. Подойти к ним он не решился. Как я к ним пойду? Я побоялся. Тем более парни эти здоровые. Я с ними не знаком. Не стал подходить к ним. А вот и видео пострадавших в драке. Один из участников инцидента продемонстрировал гематомы и пулевые отверстия. Видимо, стреляли всё же из травматического пистолета. Ну, подрались контрабандисты. Причём тут депутат Урмат Самаев. Источники «Кактус-Медиа» рассказали, что бывший спортсмен по кличке Чемпион, а ныне уважаемый депутат, приезжал на КПП и уговаривал побитых контрабандистов не писать заявление в милицию. Парламентарий якобы даже попал в поле зрения камер наружного наблюдения. Издание утверждает, что Самаев много лет работает с Дастаном и Кубаном. Последний, по данным журналистов, может быть депутатом Гуркинеша Токмака Кубанчпеком Кочкорбаевым. Если бы депутат был ни при чём, то почему сам парламентарий приезжает в РОД с потерпевшим? К тому же этот депутат приезжал на КПП и ночью, и уже утром, когда на место приезжали чиновники погранслужбы Кыргызстана с проверкой после стрельбы. Он договорился с ними, что никто с заявлением в милицию обращаться не будет. Попросил военнослужащих написать ложные объяснительные для силовиков. Мол, и вы без проблем, и он сам. Видео встречи депутата с пограничниками тоже есть на камере наружного видеонаблюдения. Если соответствующие структуры просмотрят записи, то убедятся в этом. На этих же записях видно, что член ОПГ Дастан ночью бьёт водителя прямо у выезда с пункта досмотра автомобилей. В ГУВД Чуйской области зачитали вполне ожидаемый текст пресс-релиза. Пострадавшая сторона никаких претензий к своим обидчикам не имеет. Никому претензий не имеют. То есть они были дома, такие показания дают. И отказались от прохождения экспертизы, судебно-медицинской экспертизы. Пускать журналистов на КПП пограничники категорически отказались. Запретили снимать объект на камеру даже на расстоянии. И на всякий случай пригрозили вызвать чекистов. Впрочем, сотрудники центрального аппарата ведомства всё же рассказали свою версию произошедшего. По их словам, на КПП драки вообще не было. На территорию пункта пропуска прибегает неизвестное лицо. Обращается за помощью военнослужащих, которого преследовали два человека. В это время военнослужащие контрольно-пропускного пункта Тухмах автодорожного приняли меры по недопущению драки и возникновения конфликтной ситуации. Разняли. После этого неизвестные люди убыли с территории пункта пропуска. Так зафиксировали ли камеры наружного наблюдения депутата Самайева? В настоящее время мы изучаем вот эти выделя записи. И вот на сегодняшний день я могу сказать, что именно прибытие, именно факт пересечения на территорию пункта пропуска депутатом, она не зафиксирована. Данный факт пока не можем вам опровергнуть либо подтвердить, потому что Урмат Самайев является тоже жителем Чусьской области. И как бы мы не можем его комментировать. Многие коллеги Урмата Самайева о пограничном инциденте не слышали, ну или делают вид, что не слышали, а другие не знают даже самого депутата. Лидер фракции Кыргызстан не верит, что Самайев – контрабандист. Я думаю, что он к этому не причастен, особенно тем более озвучил это. Сам Самайев уже который день хранит молчание, в Джугур-Кокенеше его не видели. Самайев, Урматпек, Обозбекович. Абоненты, телефону и черегай. День идёт. Поищем в кабинете. 507 кабинет. Пробуем зайти. Его нету, да? Да. Завтра у нас комитет, скорее всего, завтра. А может, вы с ним свяжетесь? Мы бы хотели взять телефон. Телефон отключён. Только завтра он будет участвовать у нас в комитете. Мы завтра можете с ним свяжаться. А по поводу происшествий он, возможно, отдаст вам. Интервью скандальный депутат дал только информагентству Акипресс. Комментарий совсем короткий. Вчера я был в Чонг-Кемине. Мне звонят и говорят, что в СМИ написали про меня. Но сам я не читал. Мне это неинтересно. Не имею к этому никакого отношения. Урмат Самаев на сессиях выступает нечасто, больше предпочитает молчать. Он, к слову, член комитета по борьбе с преступностью. Но в подобные скандалы он попадал и раньше. В апреле прошлого года на парламентария жаловался депутат Гуркинеша Сулайман Ложаров. Заявил, что Самаев пытался силой отобрать у него мандат. Хранат Кадеметов, Хусан Гафиров и Манас Бакешев. Телеканал «Апрель».